Ноябрь 24 продолжает свою работу и сейчас коротко о главных темах недели. Обстановка в Китае, что рассказывают о происходящем очевидцы. Свиной грипп в ноябрьске, опасный вирус H1N1 обнаружен у детей дошкольного возраста. Детские сады, дома, дороги. Что нового появится в городе и укладывается ли в срок строители? Чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего распространения коронавируса в другие страны, власти Китая приняли решение закрыть город Ухань для въезда и выезда. Из-за непростой ситуации в стране свои гастроли пришлось прервать труппи Русского национального балетного театра среди артистов коллектива и жительницы Ноябрьска Елизавета Емельянова. На февраль у коллектива была запланирована поездка как раз в Ухань, но в пятницу утром, когда труппа прибыла в Пекин, стало понятно, на этом гастроли в Китае для коллектива закончены. Артисты надеются, как можно быстрее вернуться домой. В городах закрыты все общественные места, магазины, также не работает общественный транспорт. Люди боятся выходить на улицу. Очень сложно встретить кого-либо без маски на лице. Также известно, что все предприятия, детские сады, школы будут закрыты. На сегодняшний день отменены все мероприятия, включая китайский Новый год. И, конечно же, мы ждем, что в течение двух-трех дней нас все-таки эвакуируют в Россию. Тем временем, единственная авиакомпания, которая выполняет рейсы из России в Ухань, отменила все полеты в закрытый город. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на представителя авиаперевозчика. Роспотребнадзор России рекомендует воздержаться от поездок в любые регионы Китая. Специалисты предполагают, что вирус передается от человека к человеку. В настоящее время в пунктах пропуска через российскую границу усилены меры санитарного контроля и педобстановка в Китае под отцовым контролем надзорных ведомств. Между тем, в городе почти в два раза увеличилась заболеваемость ОРВИ по сравнению с прошлой неделей. В основном это школьники от 7 до 17 лет. По прогнозам местного Роспотребнадзора, уже на следующей неделе уровень заболеваемости превысит минимальное пороговое значение. Кроме того, в Ноябрьске зафиксированы 6 случаев свиного гриппа среди тех, кто подхватил вирус, двое детей 3 и 7 лет. Предположительно, что источник заражения вахтовик, который приехал на Ямал из Башкирии. Первый случай гриппа, значит, это был вахтовик с Башкирии, заехал сюда, вот, соответственно, попал в городскую больницу, ну и все остальное уже пошло здесь. Как бы вот эти вот там случаи связаны были, потому что попадают в один инкубационный период, вот, здесь были проведены мероприятия, педагогические мероприятия по профилактике гриппа по центральной городской больнице. На Ямале сняли возрастные ограничения для пособия по уходу за инвалидами. Новую меру соцподдержки ввели с января. Она позволит трудоспособным, но не имеющим работу людям, которые ухаживают за дейспособными инвалидами первой группы, ежемесячно получать почти 19 тысяч рублей. Раньше такое пособие платили лишь за детей до 18 лет. По приблизительным подсчетам на новую меру поддержки могут рассчитывать 44 жителя Ноябрьска. 8 из них уже подали заявление в соцзащиту. Валентина Суслова опекает двух инвалидов, старшему сыну 34 года. Деньги на реабилитацию нередко приходилось брать в кредит. Теперь, надеется женщина, ситуация изменится. Во-первых, могу и старшего ребенка где-то реабилитировать попутно вместе с малышом. Так я за год копила, где-то откладывала свои деньги, потому что мне Алешиной личной пенсии не хватало. А что там, 6 тысяч на питание, а жена даже еще. А за счет того, что сейчас повысят, я могу его так же точно, как и Глеба, повезти на реабилитацию. Чтобы претендовать на выплаты, люди, которые ухаживают за инвалидами первой группы, должны иметь гражданство России, проживать на Ямале больше 5 лет и получать ежемесячную компенсацию из пенсионного фонда. Подробнее на сайте Управления соцзащиты или по телефону 35 14 81. Данной мерой воспользоваться могут лица, которые осуществляют уход за инвалидом первой группы, независимо от родственных отношений и совместного проживания с ним. Ветераны Великой Отечественной войны будут ездить на поездах бесплатно. Такое сообщение появилось на официальном сайте РЖД. Причем новшество коснется вагонов всех типов, в том числе купе, СВ-люкс, всех категорий поездов. При этом количество поездок не ограничено. С каждым ветераном бесплатно может проследовать один сопровождающий. Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании паспорта и документа, подтверждающего право на льготу. За счет государства во время пути ветераны и их сопровождающие будут бесплатно питаться и также бесплатно получат постельное белье. Уже три водителя в этом году получили штрафы за парковку в зоне действия знака «Инвалид». В 2019 году инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 38 таких нарушителей. А между тем, сами люди с ограничениями здоровья жалуются на несознательность горожан. Специальные места расположены ближе к входу и слишком часто бывают заняты. Евгения Демина продолжит. В силу состояния здоровья парковками для особенных людей Роман Максимов вынужден пользоваться ежедневно. Огорчается. Выделенные места нередко бывают заняты обычными машинами. А на просьбу переставить авто и освободить место горожане не всегда реагируют адекватно. Люди игнорируют. Вижу скандалы. И хотел бы также обратиться к молодым людям. Будьте взаимовежливы. Потому что эта беда приходит негаданно. И когда она приходит, почему-то люди начинают осознавать и думать. Чаще всего специальными парковками инвалиды пользуются при поездках в большие магазины, на вокзал или в больницу. Вокруг ЦГБ, например, три автостоянки. И на каждой есть места, отмеченные специальным знаком. Особое внимание на эту территорию обращают и инспекторы ГИБДД. Пока экипаж дежурит на стоянке, правила никто не нарушает. У него есть справка, подтверждающая, что он является инвалидом второй группы. То есть, согласно правилам дорожного движения, он имеет право стоять по данным знакам. Но как только инспекторы уезжают, желающих встать поближе ко входу становится гораздо больше. А между тем, право на это имеют только инвалиды первой и второй группы. А также водители, которые перевозят детей, инвалидов или пассажиров с ограничениями по здоровью. Водитель механического транспортного средства обязан при себе иметь и по требованию сотрудника полиции предъявить им для проверки документ, подтверждающий факт установления инвалидности. В случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «инвалид». Зона действия знака обозначается специальной табличкой, расположенной рядом с ним, или разметкой на парковке. Если разметку не видно, а таблички нет, то парковаться обычным водителям запрещено только на том месте, около которого расположен спецзнак. За нарушение правила предусмотрена весьма серьезная ответственность. Штраф в 5000 рублей и задержание транспортного средства. В 2019 году к административной ответственности за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки стоянки транспортных средств инвалидов, привлечено 38 водителей. В 2020 году за текущий период привлечено 3 водителя. Одними наказаниями эту проблему не решить, уверены те, кто имеет право на парковку в особых местах. Водителям и обычным, и особенным стоит просто с уважением относиться друг к другу. Конечно надо. Распадею, что все заняты, проники. Тяжело. А это частенько бывают заняты. Евгения Девина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Два новых детских сада в Ноябрьске появятся уже в этом году. В сумме их одновременно смогут посещать 480 воспитанников. Что еще строят в городе и укладываются ли в установленные сроки подрядчики, узнала Екатерина Бруцкая. Красный кирпич, корпуса из двух и трех этажей. Снаружи стройка уже похожа на дошкольное учреждение. Детский сад в районе второй школы начали строить в марте 2019-го. Сейчас рабочие занимаются металлоконструкцией микрови и монтажом теплоснабжения. А вот с электрикой и сантехникой незначительное опоздание. От внутреннего графика отстают на 10 дней. По словам подрядчиков, им помешали праздники. Сейчас заключаем договора с подрядными организациями на устройство трасс электроснабжения, внутренние, вентиляции и получается сантехнических работ. Я думаю, что где-то в первых числах февраля мы уже эти договора заключим. Главу города смутил размер радиаторов в группах. Инженер утверждает, установки мощны и сад будет теплым. К слову, именно так батареи выглядели в проекте. В целом у подрядчика цели амбициозные. Срок стоит у нас до конца декабря 2020 года. Но мы себе сроки ставим, чтобы у нас готовность объекта 90-95% была уже на начало сентября. В микрорайоне Оболонь все по аналогии. Сад на 240 мест обещают закончить в декабре этого года. Только стадии отличаются. Сейчас прокладывают трассу внешнего теплоснабжения. На объекте трудятся 22 человека. В подвале ИТП готово, индивидуальный тепловой пункт. Разводка в подвале тоже сделана по отоплению. Активно идет и строительство многоэтажного дома на Холмогорской. Раньше на этом месте было аварийное общежитие. По словам подрядчиков, после сноса работать пришлось в тесных условиях. Развернуться было негде. Тем не менее, 96 квартир будут ждать жильцов к концу года. Чуть больше половины из них – это типовые и европейские однушки. Я уверен, что также подрядчик взял на себя обязательство ускорить строительство для того, чтобы раньше намеченных сроков ввести эксплуатацию. Это значит, что при выполнении этой задачи наши сами земляки также смогут получить ключи от новых современных квартир. В августе у детского сада на Аболоне были только забиты сваи, а в здании в районе второй школы красовался лишь фундамент и цокольные этажи. Сегодня ходом строительства комиссия довольна. Более того, гарантийные обязательства застройщик будет выполнять еще пять лет после сдачи объектов. Екатерина Бродская, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. Сквозной проезд по автомобильной дороге на Дымс-Алихар должен быть открыт к концу этого года. На данный момент из 340 километров трассы осталось построить 87. На первом участке рабочие возводят последний из 12 мостов, занимаются отсыпкой и укладывают водопропускные трубы. На другом участке все мостовые сооружения уже возведены и сейчас вводятся в эксплуатацию. В настоящее время подрядчики занимаются устройством дорожной одежды. Не вижу никаких оснований для того, чтобы дорога на Дымс-Алихар не была введена в четвертом квартале нынешнего года и по ней не был открыт сквозной проезд. Задача была сформулирована главой региона Дмитрием Артиховым, и мы делаем все от нас зависящее, чтобы ее выполнить. В начале года мы сверили часы и сейчас четко понимаем, что, держа руку на пульсе, мы этот объект закончим. Проблема нападения собак на людей в Ноябрьске не теряет актуальности, причем нередко на прохожих набрасываются именно домашние животные. Почему собака бывает кусачей и как научить своего питомца понимать человека с полуслова, выясняла Яна Джуз. Инна Сигал – профессиональный грумер, стилист. Для животных работает с собаками разных пород – от тойтерьеров и до ретриверов. Четвероногие с непростым характером нередко показывают зубы, и от этого, признается мастер, никуда не деться. Самая страшная собака в мире считает – чихуахуа. Не пить, не став, поверьте. Если приходит чиху, то надо готовиться к тому, что тебе руку отгрызут по плечу примерно. Совсем другое, когда рискуешь остаться без пальцев у себя дома. Проблемы у Инны появились ровно в тот момент, когда подрос ее шпицоник. Почти незаметно милый пушистый комочек превратился в маленького домашнего тирана. Мы где-то ошиблись, то есть где-то что-то было не так, что-то мы делали неправильно. И первый песик мой, он проявлял агрессию, у нас были сложности, потому что это больше всего не то, что даже на собак, то есть он проявлял агрессию на детей. И не пришлось срочно искать психолога. Не себе, а собаке. Кинолог Ольга Горовая стала последней надеждой на спокойствие. Он не успел выйти из машины, у него первая попытка была меня съесть. Когда он понял, что он подлетел на меня, наорал, потявкал, он понял, что как-то его не очень испугались, он такой сел на ножоп и думает, что это. После регулярных занятий с кинологом Соник сменил гнев на милость. Почему домашняя собака бывает кусачей, Ольга Горовая отвечает сразу. Вся проблема в самих хозяевах. Кинолог воспитывает не собаку, а хозяина. Часто идет именно вот этот такой нюанс, когда, допустим, на хозяева, допустим, а можно мы у вас собачку оставим? Дело не восставим собачку у кинолога. Да, она у вас будет идеально подчиняться кинологу, а вам? Возникает вопрос, кто для собаки хозяин? Если собака старше года, изменить ее поведение самому хозяину самостоятельно уже, скорее всего, не удастся. На корректировку поведения даже у кинолога может уйти несколько месяцев. Все зависит от того, насколько запущена ситуация. Если собаку подобрали с улицы, все еще сложнее. Хозяин приходит с собакой. Кинолог вот именно объясняет действия, правила и все остальное именно сначала хозяину. Показывает на своей личной собаке, что правильно, что именно нет. Работа над ошибками, как, допустим, правильно выполняется и делается команда. Хозяин уже именно на личной собаке, своей личной. Это все повторяет. Сама Ольга любит стафарширских терьеров. Девушка вырастила четырех животных. С каждым кинолог занималась ежедневно, начиная с полутора месяцев. Собаки знали как минимум два языка. Полуторагодовалый кабель Дрога мало того, что выполняет абсолютно все команды, но и понимает их на русском и немецком. То есть пока там такая длинная терраса, какой там плохой мальчик, так там нехорошо делает. Это все ерунда. Собака понимает либо интонацию голоса, либо четкую, короткую, звонкую команду. Допустим, немецкий – зиц, плац, фуз. Русский. Долго сидеть, лежать, стоять. Идти на занятия, говорят специалисты, не поздно, даже если ваш пес старше пяти лет. Другой вопрос, готов ли сам хозяин меняться. Без этого не измените питомца. Яна Джус, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. Российский Центр освоения Арктики принимает заявки от ученых для участия в исследовательской экспедиции «Ямал-Арктика-2020». Подобные экспедиции проводятся на Ямале с 2012 года и собирают до 40 научных коллективов не только из России, но и из других стран. В этом году участники экспедиции смогут провести работу на острове Белый, полуострове Гыда и в районе Полярного Урала. Ученые будут изучать популяцию белых медведей, диких северных оленей и редких видов птиц. А также вести мониторинг почв и пород. Для участия в экспедиции ученым необходимо подать заявку и описать цели и задачи своей деятельности. Сделать это можно на официальном сайте Российского Центра освоения Арктики. Во время Гайдаровского форума в Москве прошла дискуссия на тему «Кооперация государства и бизнеса в цифровой гонке». Участие в обсуждении принял председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Сегодня применение облачных технологий, анализ больших массивов данных при помощи искусственного интеллекта – стандартная практика. Но вопросы о цифровке, хранении и анализа данных остаются открытыми, дорогостоящими и сложными. Кроме того, есть и еще одна важная проблема – законодательство не успевает за развитием цифровых технологий. Международная конкурентноспособность российской цифровой экосистемы как раз является одной из стратегических задач для кооперации между государством и бизнесом. Пожалуй, более приоритетной, чем создание отдельных продуктов и сервисов. Проект разработки новопортовского месторождения компании «Газпромнефть» стал победителем международной премии IPTC. Премия присуждается проекту с инвестициями свыше 500 миллионов долларов, которые показывают на уровне отрасли выдающиеся достижения. В управлении проектом геологии, бурения, инжиниринге, строительстве и развитии региона «Газпромнефть» стала первой российской компанией, получившей эту престижную отраслевую награду. Всего международные эксперты оценивали 17 проектов из 9 стран мира. Освоение новопортовского месторождения – уникальный проект, благодаря которому «Ямальская нефть» впервые стала отгружаться в Европу по Северному морскому пути круглый год. Это позволило сформировать крупный нефтегазовый кластер за полярным кругом России. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. К чему готовятся и когда первая сдача? Родителям рассказали об особенностях ЕГЭ в этом году. На страницах ВОК работы фотографа из Ноябрьска появились в престижном журнале. И картины души. Жительница Ноябрьска учит людей с ограниченными возможностями работать в новом жанре. Продолжение следует... Продолжение следует...